Окей, сейчас. Все замечательно, можно начинать. Здравствуйте, дамы и господа. Мы продолжаем наш замечательный курс «Еврит, Торы и молитв». И сейчас мы подошли к главе, которая называется «Хаяй и Сара, жизнь Сары». Мы читали ее в синагогах вчера. Год назад я разобрал первый параграф, который рассказывает о приобретении Авраамом участка в городе Хеврон с Маратомах, Пелас, пещерой, в которой похоронены наши праотцы. Сегодня мы попробуем разобрать следующий параграф. Параграф «Кавдалет», то есть 24-й, мы, очевидно, не успеем ввести, потому что этот параграф действительно большой. А в рамках предыдущие все были примерно по 20, может, чуть больше строк. Вот фраз в этом параграфе 67 фраз. Но попробуем, начнем, что успеем. Ну, я напоминаю тем, кто знает и объявляю тем, кто меня слышит впервые, что вот на экране сейчас текст, существует еще файл «Словарь». Словарь «Хаяй Сара». Оба эти файла я поставил в нашу группу в Телеграм. Теперь слова, о которых я хотел бы что-то сказать, выделены желтым фоном. И слова, которые вошли в словарь, выделены зеленым фоном. Так, я начну. И по очереди, пожалуйста, все, кто желает, я никого заставлять не буду, читает по фразе. И если есть желание, разбирает. Вот, если, значит, что-то там непонятно, сразу подавайте мне сигнал. Я здесь для того, чтобы давать вам перевод. То есть не я вам помогаю, вы мне помогаете, по сути. Так, итак, глава Перек Кафдалет. Читаем. Ве Авраам Закен Ба Байами. Ве Гашем Берах Эт Авраам Баколь. И Авраам, слово Закен означает, в данном случае, это, можно понять это, как глагол прошедшего времени, состарился, но можно понять и, как прилагательное, старый. Ба Байами пришел в Ни буквально. То есть, ну, смысл выражения ясен, да? Так, Ве Гашем и Бог, точнее Ва Гашем, благословил Бе Рах, Бе Рах, да? Авраама Ба Холь, слово Холь. Особенно, если оно пишется с вот таким, с такой гласовкой Хулам Хасар, то есть точка наверху, да? Означает не всякий, а все. То есть, благословил Авраама всем. У Авраама было все, естественно, все быть не может. Все, что ему необходимо, да? Мы увидим аналогично чуть позже, когда Яков, внук Авраама, говорит, у меня есть все. А Исаак говорит, у меня есть много, у меня есть гораздо больше того, что мне надо. Есть такой очень спорный комментарий, что Баколь, где понимается как имя, имя дочери Авраама. То есть, у Авраама, кроме сына царя Исхака, была еще дочь, которую звали Баколь. Это очень на самом деле, но это немножечко соответствует, прошу извинения, это немножечко соответствует тому, что мы прочитали в прошлом параграфе, Каф Гиммел. Значит, слово Ливкота написано с маленькой буквой Каф. Если ее не читать, то получится слово Левейта, то есть пришел похоронить цару и ее дочь. То есть, да, у Сары была дочь по имени Баколь, но она умерла вместе с ней, и вот их вместе пришел хоронить Авраам. Ну, вот, все, конечно, было очень здорово, но, значит, ну вот, я слышал такую шутку, что если действительно у него, хотя нет, я не буду это рассказывать, это как-нибудь отдельно, если пилаете в кулуарах, я попробую это рассказать. Ладно, давайте Бэт, читаем Бэт. Кто возьмется? Давайте я. Давайте. Войомер Авраам. Старшему в его доме. Слово Мошель кому-то известно? Вот только что посмотрела начальник, начальник, главный, старший. Ну, если вы смотрите в готовый перевод. Или тот, кто командует, распоряжается. Да, да, да. Мы даем перевод дословный. Да, Мошель – это буквально распоряжаться. Вот, противопоставляется слово Мэлэх, это тот царь, старствованием которого согласны все его подданные, да, считают они, что именно он настоян был царем. И Мошель – это человек, как бы, сам назначивший себя. Так, а Мошель, ну, в данном случае нет, кстати, коннотации Бэхоль Ашэлло. Распоряжаешься всем, что у него в рамах. То есть, положи, пожалуйста, твою руку в бедро моем. Под бедро моем. Тахат Ярехи. Да, спасибо, Тимофей, абсолютно правильно. Значит, слово Ярех – это бедро. Что это означает? Смотрите, в комментариях я добавлять это не буду. Вот, только замечу, что вот тем, кто живет в Израиле, слово это известно больше, знаете, по полуфабрикату курицы. Когда продается Ярехаим, это имеется в виду определенную часть рубки курицы. Ну, просто вот такая аналогия, не подумайте, что я на что-то навекаю. Гимен, прошу вас. Можно? Да. Так. Да, сложная фраза, но вы справитесь, да. Ва Ашби Аха. А не Шэ? А Шэбяха, конечно, конечно. А Шэбяха. И поклянись, и поклянись. Совершенно верно. Поклянись всевышним Богом небес и Богом земли, что не возьмешь жены для сына моего из дочерей ханаанских, канонейских, среди которых я живу посреди. Вот так вот получилось. Которые я живу посреди. Совершенно верно. Да, да, да. Это мы даем перевод дословный. Да, совершенно верно. Ле Ашби А. Да? Нишба – это мифаль. Но обычно мифаль мы переводим пассивным залогом, но здесь по-русски из-за этого соответствует активная форма. Поклянись. Да, совершенно верно. Спасибо. А, нет, нет, минуточку. В Ашби АХ. И я заклину тебя. Вот, я заклинаю тебя. Потому что А – это алиф. Да, да, да. Это первое лицо в будущее время. Да, верно. Дарит, кто вас желает? Еще я. Светлана, давайте. Я думаю, что много вы здесь многие слова поймете. Давайте попробуйте. Не, не, не. Ну, хорошо, я помогу. Ки – это в данном случае как противопоставление. Это слово имеет несколько значений и приходится только догадываться либо из контекста, либо из перевода. Ибо в страну мою арцы, в эль молад ти, молэдет – это родина на родину мою. Телэх – ты пойдешь. Вэ лакахта, лакахта – это было бы прошедшее время. Вэ переворачивает его в будущее. И ты возьмешь жену, моему сыну Ицхаку. То есть возьмешь не в Канаане, а в моей стране, на моей родине. Так, эй, если… Так, вот тут был у нас, по-моему, новичок, но, к сожалению, смотрите, я не хочу никого пугать. Тот, кто хочет, участвует. Это ему помогает. Тот, кто не берется это делать, пожалуйста, и мы никого не волить не будем. Так, да, как говорил мой учитель благословенной памяти, почему евреи не приходят все на ногу? Они чего боятся? Зачем меня бояться? Я же, я не кусаюсь, у меня даже зубов нет. Вот так вот говорил. Любимый мой учитель Симон Давыдович. Так, ну давайте я возьмем от Агдахи. Так. Так. Точный перевод слуга. Может быть, ула, это может быть, не возжелая. Теаба – это может быть желание, может быть даже вожделение. Но здесь это просто желание женщины идти буквально за мной после меня, страну эту. Возвращу ли? Вот здесь ле-га-щи – это вернуть и в том числе и ответить. Когда мы встречаем глагол, глагольный корень повторенный дважды, мы ориентируемся на форму второго слова. Ашив – я верну. Верну ли я, должен ли я, обязан ли я, вернуть сына твоего в страну, которая вышел ты из нее. Вышел ты оттуда, то есть страну, в страну, из которой ты вышел. Вот такая штуковина. Так. Вав? Давайте я. Да? Затрудняюсь, помогите, пожалуйста. Ги-шамер от слова шамер-шамер – охраняй себя, то есть стерегись, берегись, буквально так. Ги-шамер-лха – вот это вот выражение ги-шамер-лха иногда встречается. И именно вот остерегайся, остерегайся, остерегись. Так, а слово пен вы помните, да? Пен переводится «чтобы не». То есть, чтобы не вернуть сына моего туда. Туда, туда, да, совершенно верно. Значит, есть слово «шам» там, «шама» туда, иногда извольте, они их путают. Но даже в Танахе я встречал, что «шама» используется в значении «шама». Но здесь это именно направленность имеется в виду. А сейчас у меня урок, если можно через час, можно? Хорошо, так. Так, сына моего куда? Зайн, пожалуйста, кто? Я, значит, по очереди. Давайте. Так. О, замечательно. Мощно у вас фраза выстроилась. Так, давайте. Так. Всевышний Бог Небесный, который взял меня или привел меня. Так, стоп. Одну минуточку. Да, правильно. Это дополнительный суффикс, да? Да. Из дома отца моего и из земли, ну, отечества моего, рождения моего. Да. Он, который сказал мне и который поклялся, нежба, мне, говоря, для потомства твоему дам эту землю, он пошлет малахона, как посланника ангела, перед тобой. Перед тобой, да? Возьмешь ты, возьмешь, и да, перед тобой, и возьмешь ты жену для сына моего оттуда. Совершенно верно. Огромное спасибо, да. Слово малах через алиф буквально означает работник, да, но имеется в виду либо посланник, либо ангел, либо и то, и другое. Просто слово это используется иногда для человека, который послан, чтобы совершить какое-то действие, но чаще именно как ангел. Так. Хет. Я иду. Давайте. Светлана, да. Веймло, таве, хайшал лалехет Ахарейха, ва Никита, мишу айци, зод, рак, адгни, адгни, лу, та шеф, шам. Веймло, таве, а если не захочет. Опять вот это слово, которое на зеленом было. Женщина и таве, женщина и таве, это инфинитив от голых, гей, первая корневая, выпадает с компенсацией там в конце. Ахарейха за тобой, а хайшал лалехет Ахарейха за тобой, ве, ни кита, здесь корень на ке, на ке, это значит чистник, да, ни кайон чистота. Уборка, 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 да, да. И будешь ты чист, и очистишься ты, ми шву ати, шву а, это клятва, от клятвы моей этой. Только сына моего не возвращай туда. Вот так. Так, это мое? Да. Давайте. Ва ясем га эбет ет ядо тахат ерех Абрагам Адунав, ва и шава ло аль адвар азе. Ва ясем и положил сим, корень сим, выпадает, слуга, руку его под бедро. Обратите внимание, слово ерех, буква хав является не суффиксом, а третьей буквой корня. Под бедро Авраама господина его, и поклялся ему, а относительно вещи этой, то есть дал клятву, дал обещание. Так, Юль. Моя очередь. Наверное. И взял раб, слуга, десять верблюдов, из верблюдов его господина. Из верблюдов господина его. Из верблюдов господина его. И пошел со всем добром господина его в руке его, в руке слуги. Да, да, да. И поднялся, и поднялся, и пошел в Арам-Нагараим. Нагар – это река. Нагараим – это буквально две реки, двуречивая города, имеется в виду Тигр и Эфрат. Так. Эль-Ир-Нахор. В город Нахора. Да, верно. Спасибо. Так. Юд, Алиф. Теперь моя очередь. Нет, моя очередь. А, да, она. Так. Вэйварех, Агмалим. Вот здесь я вас поправлю. Прочитайте внимательнее огласовки. Вэйварех. Ва-Яврех. 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 Ну, получается, там перевод расположил. Да, ну хорошо. Ва-Яврех Агмалим, Мехуд, Ла-Ирф, Эльбер, Амайм, Ла-Эт-Эрф, Ла-Эт-Цет, Ашуавот. Вот, верно. Спасибо. Так. Действительно, чаще всего нам встречается написанное теме же буквально слово «Ва-Яврех богословил». Ва-Яврех богословил, да. Да. Здесь просто другая форма. Корень «Вет-Рэш-Хав» означает не только благословение, но еще и «берах» – колено. То есть, что он сделал? Он поставил верблюдов на колени. Верблюды, ну, я сам это наблюдал, как правило, они лежат, подогнув под себя ноги, то есть, по сути, даже не лежат, а как-то стоят, опираясь на колено. Вот так. Это обычный способ верблюдов отдыхать. Вот это он сделал с верблюдами. За городом, то есть, вне города, то есть, еще не войдя в город, к колодцу воды. Слово «Б-Р» означает «колодец», колодец, ну, наподобие того, как мы представляем себе. Потому что вот эта вода артезианская, вода обычно залегает глубоко, и не во многих местностях до нее можно докопаться. Например, в Иерусалиме, который расположен выше других городов, такого практически нет. Вот, и обычно используется не «Б-Р», а «Бор», «Бор» – это водосборник. Туда вода стекает сама в период дождей. Вот, кстати, сегодня в Израиле прошел мелкий дождик. Вот, и оттуда ее действительно вычерпывают. Так, «Ла-Эт-Эрэв» – ко времени вечера, ко времени выхода, «Ц» от слова «ЁЦ». «Шо-Авот» – «Шо-Эв» означает «вштя девать» или «черпать». «Шо-Эв-Авак» – это буквально тот, кто сысет пылесос. Кто такие «Шо-Авот»? Это женщины-водочерпальницы. Я не знаю, или водочерпалки, как по-русски это сказать. Очевидно, эта должность возлагалась именно на женщин. Так, «Благодарю». «Юлбет» – «Я». Давайте. Сейчас, секундочку. Ва-Юмар Адонал Хей Адони Абраам, Хакрана Лафанай Кайом, Ва-Ассе Хесед им Адони Абраам. Да, Ва-Юмар и сказал. Что же он сказал? «Хашем – Всевышний, Бог мой». Это уже идут его слова, как прямая речь. «Господин Адони» – «Господин Абраама». Ну, может, вообще «Адони» – это скорее мой господин, а тут должен быть Адон Абраам, но имеется в виду именно это. То есть он называет Всевышнего и своим господином, и господином Абраама. Слово «А-Кре» в слове «Коре» или «Микре» означает «случаться». То есть сделай такой случай, приведи такой случай, пожалуйста. Передо мной сегодня по поводу вот этого прощения Элиэйзера, здесь он не назвал по имени, к Всевышнему, да, спорит мудрец в Талмуде, имел ли он право это делать? Вот, но большинство мнений, что да. Тем не менее, нам не следует вот церебовать какого-то знака Всевышнего, так? Мы не на таком уровне, так? И сделай милость, милосердие Хасет, с господином моим Абраамом, так? Что же предлагает Элиэйзер Всевышнему сделать? Ютгемел – это, наверное, я, да? Вот я предстал, то есть стою над словом Эйн, иногда как Айн, Айн – это буквально глаз, но Эйн – это еще и источник. Иногда Мааян, вот такой, над источником воды. И дочери людей города выходят начерпать воды. И дочери людей. Здесь довольно сложно, поэтому, пожалуйста, не стесняйтесь, спрашивайте. Обратите внимание на слово «нара», и в этом есть еще одно место. Иногда пишется без «гей», не то чтобы это было так нормативно, но вот это есть, да. Но мы читаем «нара», понятно, да? Да, и будет девушка, которой скажу ей, напои, пожалуйста, опусти, пожалуйста, свой кувшин, и попью я. А она скажет «пей» и так же верблюдах твоих напою. Вот слово «охаха» мы переводим обычно как доказательство, но здесь оно имеется в виду предназначен. Вот так пишет Рашид, ты назначил. И он приводит старофранцузский вариант «апрубэс». Вот, я не поленился и забил это слово в гугл-переводчик. Он мне показал, что это португейский язык. Вот, это значит понравилось, но, возможно, имеется в виду чуть по-другому написано это слово. Вот, поскольку Рашид все-таки достаточно, там, языки меняются, да, утвердить, то есть ты утвердил, да, ну, именно перевод соответствует комментарию, да, для Авдыха. Ты утвердил для Авдыха рабу твоему Ицхаку. Ува, и в ней, и по этой, вот по этому знаку, да, получается. И по этому знаку, что я узнаю, что сделаешь милость, милосердие с господином моим. Ты сделал добро с моим господином. Спасибо, Тимофей, все правильно. Так. Теперь я. Да. В ие, гу, терем, кила, ледабер, в генеривка, йоцет, ашер, юлда. И вот, и было, и было, перед окончанием разговора, то есть как бы еще не закончил он, может быть, даже говорить свое пожелание. Добавил, слово терем означает «до того, как» или «перед», да, «перед тем, как», «кила» от слова «холь» закончить, да, и вот Ривка вышла, выходит, которая родилась, родила Бетуэлю, сына Милки, жены Нахора, брата Авраама. И кувшин, по-моему, на плече, или что-то такое, на ее плече, наверное, как-то, да. Буквально на лопатки ее переводит нам современный словарь, но вполне понятно, что на плече. Шихма – это, ну, сейчас, так, есть какое-то другое слово, «штефаин», кажется, так, кажется, «катеф», но «катеф» – это скорее вот часть руки от плеча и до локтя, или верхняя часть части, вот «катеф», но это тоже, в общем-то, из гастрономического словаря. Так, есть, Тет Зайн, 16. – Айна, ват-мале, хадан, вата-аль. – Вата-аль, ага. Сыглана, если бы мы сейчас с вами один на один изучали иврит, я бы показал вам, что практически все слова из этой фразы вам известны, просто они стоят в необычной форме. Иногда бывает, что вот они вот так группируются, и человек смотрит и вроде бы думает, «Ничего не могу понять, а стоит чуть-чуть приоткрыть глаза, и ну как же я, сам не догадался». Ну, на самом деле, это… – Дайте время еще годик, потом полгода. – Благо Богу, конечно, конечно. Так, мы не ставим целью перевыполнение плана, так? – Ну, Светлана, напрасно слисняйтесь, Светлана, мне кажется, у вас все получится. – Я знаю, что у Светланы все замечательно получается. – О, спасибо. – Сказано, что, да, дещери израильские скромны. Так, «ганаара» – это девица, «товат мара» – марэ. Марэ – это вид. «Хороша видом», то есть красиво. «Меод очи». «Бетула» – это значит девица. «И мужчина не познал ее». «Ядаа» – познал ее в том же значении, в каком Адам познал Еву. То есть, понятно, комментарий отвечает на вопрос, а зачем два раза писать. Так, в общем-то, ясно, но, очевидно, это важно. «Ватаред» – и спустилась к источнику. «Айн», как мы знаем, или «эйн» – это источник. «Хаайна» – к источнику. И наполнила кувшин ее. «Ватааль» – и вот это можно понять, как поднялась, а можно понять, как подняла, подняла этот кувшин. Так. Юдзайн, прошу вас. Вы? Тимофей, Тимофей у нас теперь. А, наверное, Тимофей. Нет, Илья, потом Тимофей, нет? Ну, давайте. Нет, Тимофей. А, извините, точно. Тимофей, Тимофей, Тимофей. Точно, Тимофей. Хорошо. И побежал слуга позвать Юрию на встречу. На встречу ей, как Лекрат Калам. На встречу ей. А, понятно. На встречу ей и сказал. Вот здесь такой специфический горы. Да. Утоли жажду, напои. Утоли мои печали. Напои, пожалуйста. Меня. Ни – это меня. Игме и ни. Пожалуйста. Меат маи. Немного воды. Немножечко воды из твоего кувшина. Из кувшина твоего. Заметьте, все это происходило еще в доповедную эпоху. Поэтому, да, такая практика была оправдана. Спасибо. Так, теперь яютхет. И сказала, пей, господин мой. И поспешила. И спустила, то есть опустила кувшин ее на руку ее. Очевидно, кувшин перед этим стоял уже на плече. И напоила его ва ташкэму. И напоила его. И вот, я прошу вас. Теперь я-то. Теперь уж точно я. Так, да. И закончив, и оно как бы закончив, получается. То есть напоив его, да, закончив поить его. Пойти его. Закончив лашку по поить его. Лашку по поить его, сказала, и верблюдам твоим начерпаю я. Я начерпаю. Начерпаю до тех пор, пока они не напьют, не закончат пить. Не закончат пить. Корабль в пустыне может обходиться, по-моему, 7 дней без воды. Но когда предоставляется ему такая возможность, он пьет много и, соответственно, долго. То есть это большой кусок работы. Накормить, напоить не одного, а всех верблюдов. Что для этого надо? Начерпать воду и вылить их в поилку, как мы сейчас увидим. Спасибо, Анна. Хотите, я спою, как в Торе написано. Но только один раз. Потому что я, как бы, ну, чтобы не задерживать. Я попробую, значит, там будет «ватемахер», правильно? Отсюда начерпать. Да, «ватемахер». Спасибо большое, Светлана. Это действительно было прочитано с недолжной интонацией. Существуют специальные значки «тавим», они как ноты, их называют еще «тамеа микро» или «троп», которые показывают, какую интонацию надо выдержать. Светлана это знает. Спасибо огромное. Приводим. «ватемахер» от слова «махер» Светлана знает, что это значит «поспешить». Ну да, «махтер». Значит, слово «ватаар». Сейчас одну секунду, я посмотрю. «Опражнила», то есть «вылила». «Кувшин ее» – «эль-га-шо-кет». Вот это слово, почему-то я его не отметил, это означает «поилка». То есть что-то типа углубления выдолбленного в камне, куда сливается вода и откуда пьют животные, которых приводят на водопой. Понятно, что откуда воду не черпают, а воду только наливают, потому что она уже не такая чистая. «Ватарас» и побежала еще к колодцу, чтобы начерпать «ватти шаав» и начерпала всем верблюдам его в одном предложении, в одной фразе очень много действий. Спасибо. Так, Алиф, это что, мое? Вроде мое теперь. Нет, Тимофей. Так, Тимофей, вперед. Перевод дает «изумляется» быть пораженным. Как говорят иногда евреи, я на вас удивляюсь. А вот слово «махариш» узнаете корень? Ну, как бы размышляя или гадая. Нет, вы знаете этот корень. Хариш – это глухой. То есть, буквально, он замолк, он умолк. Но смысл он… Да-да-да. Вот. Значит, вроде бы приводит Раши пример из «Ишаягу». Изумляется. Он действительно аж замолчал, чтобы узнать. Да, пожалуйста, если я… Удался. Вот как это перевести? Попробуйте. Пусть путешествует или благоприятствует. Да, наверное, да. Удался Всевышний помогли… Сделает ли удачным Всевышний? Да, сделает ли удачным Всевышний его дорогу, его путь? Или нет? Или нет? Да, верно, спасибо. Так, вот теперь я, да. Вайгийка ашер кила, агмалим лиштот, вайка хаиш, незем загав, бека, мишкалом, ушнейцмидим аль ядэйга, асара загав мишкалам. Перевожу. И было, когда закончили кино, верблюды пить. И взял человек слово незем. Иногда переводится как носовое кольцо, но имеется в виду какое-то украшение загав золотое. Теперь слово бека. Оно однокоренное слово бекаа, то есть долина, да, как бы расщелина. Ну, буквально корень этот означает раскалывать, колоть. И здесь имеется в виду бека, как пол шекеля. Шекель – это не только единица, денежная единица, точнее, это денежная единица, поскольку деньги взвешивали. То есть кэсэф – это и деньги, это и серебро. И действительно серебро взвешивали на вес. То есть не было стандартных пусков, да, и не было такого, что на каждом пуске написана его стоимость, то есть вес. Один шекель – это 14 граммов серебра. И для чего, может быть, полезно это знать. Ну, к примеру, человек, выкупающий первенца первородного сына, да, должен дать 5 монет по шекелю. Мы умножаем 5 на 14, да, берем стоимость серебра на данный день и получаем минимальную сумму, по которой он может выкупить своего первородного сына. На самом деле это не так уж много, на самом деле. Вот здесь слово «бэка» означает пол шекеля, да, то есть расколото. И интересно, что здесь полная аналогия к слову «рубль». Что такое рубль? Слово «рубить». То есть брали кусок и от него отрубали кусочек, вот это называлось «рубль». Так. «Бэка» – «мешкало». «Мешкаль» – тот же корень, что в слове «шекель», то есть пол шекеля веса. Здесь говорит Раши, что это косвенное указание на то, что сына Израиля в дальнейшем сдавали по пол шекеля на общественные жертвоприношения в год. Так. И два «цамид» – это буквально браслета, два браслета. На руки ее десять буквально золотых их вес, то есть десять, очевидно, шекелей, сделаны они из золота. Вот такая штука. Кав Гиммел, прошу. Теперь уж точно я. Кав Гиммел, прошу. «Бат ми чья дочь, хагидина ли, скажи, пожалуйста, мне, и есть ли в доме отца твоего место, чтобы нам заночевать?» Верно, спасибо. Место нам переночевать. Вот обратите внимание, что чуть дальше будет другая форма, не лалин, а лалум. Комментарий говорит, что первое – это означает «разок переночевать», а второе означает «заночевать», то есть найти приют, переночевать столько времени, сколько нам понадобится. Совершенно верно. Маленькие вопросы тут написано «а ешь», то есть «если», да, если мы хотим сказать «если», а «а» и добавляется. Да, да, да. Зависит от огласовки, но я, честно говоря, встречал и такие варианты, и другие. Верно, спасибо. И сказала она, Томер в женском роде, ему, дочь Бетуэля, я, сына Милки, которого родила, а она, имеется в виду Милка, нахору, да, то есть рассказала довольно большую часть своей родословной. Так, Каф, хей. Моя очередь. Да, пожалуйста. Так, Каф, хей. Ватомер, Эляф, Гам Тевен, Гам Миспо, Раф и Иману, Гам Маком Лалон. И сказала ему, Гам Тевен, Тевен – это… Солома. Есть как солома, Гам Миспо, так и еда. Вот Миспо – это фураж, фураж для скота. В большом количестве раф, има, но буквально с нами. В большом количестве с нами, а также место для ночевки. Для того, чтобы ночевать, сколько понадобится. Ага, спасибо большое. Так, вот теперь я, да. Ва икота, иш, ва иштаху, нашим. Ну, какой коротенький. И поклонился человек, и преклонился Всевышнего. Так. Каф, зай. Теперь точно я. Так. Ва иомер баруха шем лукай адони авраам, ашер ло, ашер ло, азав хаздо, ве амито, ме им адони анухи, бедерих нахани, нахани ашем бейт ахи адони. Ого, да, накручено. И сказал благословен Господь, Бог Господина моего Авраама, который не оставил милостью своей. И правдой, правдой или истиной своей от Господина моего. Ну да, да, верно. Мы им адони. От са вместе, да? От са господина моего. Да. Я на, вот это я не очень поняла, я бедерих нахани, как это, на правильном пути. Нахани, да, нах. Нах, это буквально вообще-то отдыхать или покоиться, да? А, как-то, а, минуха, вот. Да, наверное. И теперь я как бы отдохну в доме, ну, братьев, братьев Господина моего, вот так. Ну, что-то такое, да. А вот интересно, что дает перевод стандартный? Кто-то взглянет? Тут написано в доме, что, значит, я на пути, я на, нет, вот сказано так, значит, Бог не оставил милостью своей истины своей Господина моего, я на пути, которым привел меня Господь к дому родных Господина моего. Ага, то есть нахани в данном случае не, обычно это противопоставляется, например, есть шва нах, покоящаяся, то есть шва, которая не звучит, и шва на, буквально движущаяся, вот, которая да, звучит. Хотя бы немножечко, но здесь нах, это именно как бы поместил, повел дорогой, получается, да, да, возможно, да, спасибо. Слово «Рац» «Ла Руц», корень «Реш» «Вав Цади», означает «бежать», не путать «Роце», там корень «Реш», «Цади», «Хей». И побежала на разницу и рассказала дому матери ее, как слова эти, то есть то, что произошло. Спасибо. И побежал Лаван к мужу, ахутца, наружу, или айн, к источнику. Да, верно. Так, теперь вроде бы я. И было кирот. Это инфинитив не абсолютный, но не с приставкой ламет, а с каф. То есть когда увидел или видя, увидев вот этот незер, это золотое кольцо возможных нос и браслеты на руках сестры его. И когда услышал корень Шама, слышит Шим Мэм Ай, слова Ривки, сестры его говорящей, когда она говорила, так говорил ко мне человек, ну, этот мужчина, лейзер. И пришел к человеку, словом Иж, здесь везде называют лейзера. И вот стоит он над верблюдами, то есть вместе с верблюдами, над источником, то есть рядом с источником. Так, ламет алис. Так, ну, теперь я. Так, так. И сказал, мы видим этот лаван лезв. Захай, выходи, благословенный Господом. Почему стоишь ты снаружи? Вот это я, Вянохи Пенити. Освободил. Освободил дом и место для верблюдов. Комментарий говорит, освободил от идолов, чтобы не пришлось себе быть с ним в одном помещении. Но вполне возможно, что просто вынес какие-то лишние вещи, чтобы освободить место в, я не знаю, как называется, для коней-конюшня, а для верблюдов верблюжня. Вот, место для верблюдов и, соответственно, для всего, что они привезли. Верблюды тут не просто так они привезли. Довольно тяжелый груз, это было как бы приданное. Да, верно, спасибо. Лавет, бет. Лавет, бет. Спасибо, Светлана. И пришел человек в дом, Габайта. И буквально, что такое потах? Обычно это значит открыл, иногда означает развитие. Но в данном случае, что это значит развязал, отвязал верблюдов. И дал Эвен Солома, миспо и фураж, то есть то, чем питаются животные, кому он дал верблюдам. И воду, чтобы омыть ноги его и ноги людей, которые с ним. Внимание! Мы нигде до этого не видели, мы слышали только про одного Элейзера, но его сопровождали какие-то люди. Хотя бы для того, чтобы гнать верблюдов. Почему же Элейзер не обратился к ним? Начерпайте воду каждый для своего верблюда. Он хотел испытать Ривку. Ривка вполне могла бы сказать, дядя, вон у тебя сколько мужиков фигней занимается. Пусть они работают, а мне-то на что? Но Ривка была не такова. И мы видим, чем это закончилось. Спасибо, ламет гимел. Тут в скобках написано, как читается, а перед скобкой написано, как написано. Это традиция. Иногда такие вещи происходят. Прошу вас. Она что-то намекает, эта традиция? Наверное, да, но полностью намеки его не раскрывают. Я хочу сказать, что согласно традиции Ривке была три годика, когда она все это проделала. Вы знаете, я... Хотя это малоправдоподобно, конечно. По мне это вообще не было. Даже мне казалось в свое время, что я нашел источник этого, как я думал, заблуждения. Потому что вроде в момент Акеды Ицхаку было 37 лет, а когда он женился, ему было 40 лет. Так вот, чем закончилась недельная глава прошлая? Тем, что ему сообщают, что родились такие-то и такие-то, и среди них Ривка. Но это не значит, что Ривка родилась именно в тот момент. Ему было доложено, что она родилась. Возможно, до него дошли эти сведения. Возможно, она была родена значительно раньше. Но, буквально сегодня я прочитал в одном комментарии, который основывал на Зогар, что действительно три года имеет какой-то хаббалистический смысл. Какой именно, я не разобрался. Ну, как бы то ни было. Ведет она себя совершенно по-взрослому. Это верно. И отношение к ней такое. Это читает Ламед Гиммел. И буквально положил перед ним кушать. Поемер. Что он сказал? Да. И сказал. Не поем. Пока не скажу то, что должен сказать. Да. И сказал. Имеется в виду, что ему ответил Чередов Иван. Говори. Совершенно верно. Обратите внимание, что слово. О. Халь. Это будущее время. А У. Будущее время. То есть буду кушать. А У. Халь. Это значит, я смогу. Иногда израильтяне это путают. Вот на этом месте я хотел бы вам рассказать такой интересный, ну, как домедраж. Вот, потому что до конца мы дойти все равно не успеем. Значит, вот Элиэйзер приглашен в дом. И понятно, что он должен сказать то, что у него есть сказать. Но он говорит, что я не буду есть до того, пока не скажу, не выскажу все, что необходимо. Да. Похвальное поведение. И вот рассказывает, что, значит, в неком местечке, значит, жил-был содержатель трактира, ну, человек достаточно относительно зажиточный. И вот у него, ну, допустим, дочь на выдахе. И вот, значит, некий еврей решил своего сына просватать к дочери вот этого трактирщика. И вот он пришел к нему, вот, и, ну, тот, конечно, догадывался, наверное, трактирщик, он был очень рад. И, значит, поставил на стол угощение. Вот они поели, и тут пришедший говорит, а вот у меня какое дело. У вас товар у нас купец, давайте, значит, сговоримся. Тот обрадовался, да, ударили по рукам. В общем, договорились о свадьбе, это называется знакомство, с целью брака, называется, шедух. Да, и уделил трактирщик нести еще всякие многочисленные угощения и выпивку. И вот, когда, значит, они поели уже довольные, трактирщик сказал своему госпиталу. Мы теперь с тобой родственники. Поэтому то, чем я тебя угощал, да, это с меня. Но до того, как ты объявил о целях своего прихода, мы с тобой еще не были родственники. Пойми меня правильно, это мой бизнес, я за счет этого живу. Поэтому все то, что ты съел до того момента, как мы с тобой ударили по рукам, вот за это, пожалуйста, заплати. Вот по этой причине, очевидно, элиэйзер сказал, сначала я расскажу, что надо, а потом уже буду кушать. Вот на этой ноте мы сегодня заканчиваем наш урок. Мы прошли, ну, достаточно прилично, практически половину этого параграфа. Параграф действительно большой. Вот, все, что остается дальше, вы имеете право посмотреть самостоятельно. И в словаре у нас есть еще несколько, да нет, даже очень-очень мало, практически не осталось. Чуть-чуть новых слов, вот тех, которые на зеленом фоне. Вот, а я на этом заканчиваю, и с Божьей помощью мы с вами через неделю встретимся. Да? Обратите внимание, в Израиле перевели время. Я знаю, что вот в Латвии, Украине и где-то еще тоже перевели время практически синхронно с нами. Вот, в России времени переводят, как я им бедным завидую в этом отношении. А, значит, соответственно, для России мы начинаем не в 19.35 израильского времени, а в 20.35 российского времени. То есть, мы теперь работаем на час позже. Всем спасибо, всем большое. Спасибо за участие. Приходите, Ичков. Всем счастливо. Спасибо. Я с вами был все время. Пока. Так мы тебя не заметили, а то мы и тебе дали что-нибудь сказать. Надо было заставить посчитать. Да. Всего доброго, счастливо. Счастливо. До свидания. Спасибо. Пока-пока. Счастливо.